Рада всех приветствовать на канале Верушка и ее большая семья. Сегодня нас ожидает интересное путешествие по древней яркой улице Ярослава Вал. Достопримечательности этой улицы наверное хватило бы небольшой городок давайте по порядку а когда мы доберемся к ее истоку нас будет ожидать сюрприз я сказала к истоку потому что я снова отправляюсь в путь с конца этой улицы с львовской площади наверное потому что моя жизнь текла именно в этом направлении и так начиная вот с этого недостроенного здания мы пойдем по улице Ярослава Вал здесь находится театральный институт в свое время нас учеников водили сюда на премьеры учеников этого заведения это доска вектора который ввел кинодела а следующие ученикам которые погибли 41 по 45 год совсем юным на другой стороне посольства на Ярослава Вал всегда и раньше сейчас было много посольств а вот мы добрались до моей школы не заглянуть сюда я бы не смогла уж больно много лет прошли в стенах школы это не она сама а вот во дворе это здание которое кстати совершенно не изменилось за прошлое прошедшие десятилетия как впрочем и школьный двор вот она средняя школа номер 49 города Киева сегодня двери закрыты поэтому будем выбираться обратно на улицу а тут хочу остановиться подробнее на одном интересном явлении гуляя по Киеву я много раз замечала людей которые едут на самокатах иногда они пользуются вот такими вот велосипедными дорожками иногда прямо по тротуару именно здесь на Ярослава Вал я решила подойти к одному из таких оставленному и ждущего того кто сможет его разблокировать и отправиться на нем в путь вы видите здесь цены за разблокировку и про минуту пользования очень классное дело жаль что моем школьном прошлом они не стояли на улице а это снова бывшее посольство и настоящее сейчас я переберусь на другую сторону мы посмотрим поближе на флаги и вывески кстати в этом доме жилая работала знаменитая лесси украинка вообще сложно обнаружить дом без мемориальной доски а вот это здание с европейским и итальянским флагами сейчас здесь итальянское посольство я вернулась на ту сторону где находилась моя школа и перейду через дорогу вот такой вот перекресток вниз уходит улица Алесси Гончара но мы пойдем прямо давайте еще раз бросим взгляд на архитектуру здесь еще попадаются довоенные дома но чем дальше мы будем идти к началу тем старее будут здания конечно сейчас на улице ярослава вал много новых магазинчиков это явно винный и еще одно из личных воспоминаний в одном из этих домов жил лучший папин друг и в своем детстве я достаточно часто там бывала и уже тогда меня в общем-то выросший сталинки не в степеных условиях поражало расположение комнат коридор вот этот дом кстати вниз уходит улица я не знаю как сейчас но в те далекие времена зимой улица перекрывалась транспорт по ней не ходил и мы по ней катались на санках скорость была просто бешеная правда потом приходилось идти наверх снова перейдем через дорогу здесь вот такой славный маленький ресторанчик а на той стороне дома которыми можно просто любоваться каждая просто уникальное произведение искусства вот еще один на революционный дом я слышала что там сейчас располагается театр ну есть и жилые квартиры театр сузирия русские созвездия вот такие вот колонны девушки и код гуляющий сам по себе очень красиво вернемся на другую сторону на той стороне например стоит дом этот 1900 года называется он дом актера но честно говоря сколько бы я не ходила мимо него у меня всегда возникает чувство и реальности такое чувство что этот дом не может просто так стоять на улице он словно является частью какого-то фантастического мира вы только посмотрите на него потрясающе а рядом с ним театральная афиша выполненная в таком необычном хотя и достаточно узнаваемом образе но не зря же это дом актера снова по правой стороне вилла сразу за ним еще один особняк на этот раз середины 19 века очень старое здание но самым старой достопримечательностью является сама улица дело в том что улица Ярослава Вал проложена по месту где проходил оборонительный вал древнего Киева построенный Ярославом Мудрым в 11 веке и только в середине 19 остатки этого вала были убраны и проложена улица тогда же были построены эти особняки в начале нее и конечно же идет Ярослава Вал от золотых ворот которые мы сейчас доберемся а вот и знаменитый дом Подгорского такой один это въездные ворота а вот и жуткие твари этот дом очень любят и приезжие и сами киевляне дом номер один по улице Ярослава Вал несмотря на свою знаменитость дом нуждается в реставрации и раз мы уже добрались до начала то конечно обязательно дойдем и до золотых ворот хотя они и находятся не на улице Ярослава Вал сейчас они реставрированы и вокруг них всегда много народу но тем не менее это не мешает лишний раз полюбоваться ими и кстати узнать кое-что новое когда я подошла поснимать поближе там как раз была экскурсия я услышала интересную для себя информацию хотя казалось бы с детства облазив сперва руины золотых ворот потом побывав вот реставрированных видела уже все так вот экскурсовод рассказал что на самом деле отреставрированные ворота являются фейком потому что по-настоящему на Руси подъемники не строили а ворота были распахивающимися а вы про это знали? а каких-то 20 лет назад здесь появилась новая достопримечательность персидский кот Пантелеймон любимец публики и при жизни и сейчас говорят он даже исполняет желание стоит его погладить надеюсь вам понравилась наша прогулка пишите комментарии ставьте лайки оставайтесь с нами и до новых встреч и до новых встреч Продолжение следует...